Всем привет! Меня зовут Диана и наконец-то видео с макияжем. Я сто лет не снимала макияжа для вас. Короче, у меня очень много нового всего в косметике, ну ладно, на самом деле, не очень много, но я думаю, вам будет интересно это посмотреть. И я решила снять для вас макияж, который просто с вероятностью 80% будет чаще всего на мне в ближайшую весну. Я и сейчас в последнее время начала краситься только так, и я думаю, что для многих из вас этот макияж будет уместен на работе, на учебе в такое весеннее время, но при этом вы будете сверкать, сиять, просто радоваться жизни. И меня бесит то, что из-за желтого света, который тут у меня есть, волосы у меня кажутся желтыми, хотя они у меня, ребята, не желтые. И первое, с чего я хочу начать, это, конечно же, нанести базу на лицо, и в последнее время я пользуюсь базой от Catrice Prime & Fine. База очень приятная, она не силиконовая, но при этом очень быстро застывает, и мне нравится такой финиш, она в принципе дает. Под глаза я наношу мой любимый крем Поет, он с железными роликами, очень охлаждающими, увлажняющими. Люблю этот крем, у меня зона под глазами сейчас очень мягкая, очень аккуратная, и я думаю, что все равно как бы это благодаря моему крему. Дальше, к чему я приступаю, это брови. Я всегда сначала крашу брови, глаза, а потом перехожу ко всему лицу, это лично мой такой, так скажем, способ. И в последнее время для бровей я использую исключительно только тени. Essence дешевые, доступные, очень хорошая палитра, мне все нравится. Естественно, закрепляю потом это все чем? Естественно, конечно, бравдрама Maybelline. Я беру самый светлый цвет и прямо от начала брови начинаю как будто вырисовывать волоски. И хвостик я выделяю более темным цветом. Мы с вами сделали что-то похожее на брови, и теперь я себя чувствую намного лучше. Следующее, что мы с вами делаем, это, конечно же, наносим сразу на глаза. У меня это Urban Decay Primer Potion. И дальше мы с вами берем тени. Как бы вам объяснить этот цвет? У меня он есть в нескольких палетках. Я возьму, наверное, из палетки Too Faced. Здесь он называется Spiked Cider. Вот этот. Ой, ой. Вот этот цвет. И я ношу его на все подвижное веко. Дальше я беру растушевочную кисточку. И тем же самым цветом я растушевываю складку века. И вот так вот к виску. Теперь, пока мы с вами будем работать нашим лицом, мы с вами возьмем... У меня тушь Trended Up, Lash Foundation and Base. Нанесем на ресницы. И пока эта база у нас будет на ресницах застывать, мы с вами займемся нашим прекрасным личиком. Не волнуйтесь, эта белая тушь у нас застынет, и ничего этого не будет видно. Сейчас мы с вами. Кто смотрит мой канал давно, знает то, что я всегда под глаза наношу какую-то подсвечивающую базу, чтобы от цвета... От цвета она отражалась, и не было видно синяков под глазами, под тональником. Сейчас я использую, купила такой Light Serum Primer от Catrice. Его нужно сболтать. Просто он стоит недорого, и его здесь 14 мл. Ну, как бы этого реально хватит надолго. Он еще пипеточка, то есть можно дозировать ваши порции. И я стараюсь это просто убить пальчиками. И теперь берем тональник. У меня HD Coverage, Liquid Coverage от Catrice. Как я уже в Чехии, он на мне работает нормально, ничего у меня не выделяет. Я никогда не ношу под глаза консилер какой-то. Я всегда пользуюсь только тональником, потому что я заметила такую тенденцию, что именно консилер раскатывается под глазами, а тональники почему-то нет. Я не знаю, с чем это связано, но вот на мне это работает именно так. И опять же говорю, я не знаю, с чем это связано, но вот именно на Урале этот тональник работает ужасно, выделяя все шелушения. Я не знаю, почему моя камера настолько плохо, настолько нереалистично передает вам всю картинку. Я смотрю в жизни, у меня все идеально растушевано, все очень красиво выглядит, а у вас просто какая-то жесть. Ладно, теперь переходим к нашим румяшкам, ко всему вот этому. Кулы я выделяю Too Faced Chocolate, я не знаю, как это слово читается, Solo Yield. Я вам подпишу внизу, все. Но я этим бронзером пользуюсь уже несколько лет, и меня он абсолютно устраивает. И сейчас пользуюсь своей новиночкой, которую вы могли уже заметить в моем блоге. Это палетка от Essence Would You Love Me. Здесь хайлайтер и румяна. Румяна очень нежного, вот такого розового цвета. И хайлайтер из этой палетки, это просто брунда. Следующий шаг, это я очень полюбила, из-за того, что я сейчас делаю себе такой нежный макияж без подводки. Но мне нравится наносить какие-то жидкие блестки во внутренний угол глаза. Если я хочу эффект посильнее, то я использую Metal Shock от Essence в оттенке 02. Если хочу послабее, просто такой легкий перелив, то я использую Estrada в оттенке 81. И давайте, наверное, несем именно его. Вот этот жидкий глиттер от Estrada, вы его можете наносить и на тени, и на какую-то свою матовую помаду. Как-то взгляд, сыном стал более открытый. Тинт, тинт для губ. У меня от фирмы Too Cool For School в оттенке Orange. Milk Tint. Сейчас, через какое-то время он застынет, и останется просто очень красивый эффект таких зацелованных губ. И, естественно, наносим тушь. У меня No Compromise от Ariflame. И тушь, которая водостойкая, но смывается только теплой водой. Мне очень нравится эта тушь. В общем, вот такой вот образ у нас с вами получился. Я надеюсь, что вам понравилось. Потому что мне кажется, что это очень легкий, очень простой, но при этом очень женственный, романтичный образ, который вы можете использовать и весной. На все вот эти воды не прекрасные. Уже безумно жду весны. Хочу, чтобы было теплее. Поэтому вот этим вот макияжем я просто ее зову. Зову к нам. Зову. Зову к вам. Ставьте свои ласты вверх. Оставляйте комментарии внизу. Обязательно подписывайтесь на мой канал. И до скорых встреч в новом видео. Ой. До скорых встреч в следующих видео. Люблю вас безумерно, безумно. Хорошего вам дня, вечера, ночи. В общем, обожаю. Субтитры сделал DimaTorzok